Взрывы и истории местных жителей Донбасс глазами барнаульского корреспондента Анны Перевозчиковой. Весна – время, когда просыпается не только природа. Врачи рассказали о первых звоночках шизофрении эпиполярного расстройства. Ходят под стол, а уже официанты. В Барнауле проходит чемпионат для дошкольников BabySkills. В Алтайском крае не будут отменять рейсы в Москву, которые совершались компанией «Победа». Об этом сообщили в барнаульском аэропорту. Причина для беспокойства появилась после того, как 16 самолетов из 41-го авиакомпания «Победа» сняла с полетов ради экономии запчастей. А еще в аэропорту пояснили, что билеты в Москву сейчас продаются вплоть до октября. А вот еще один волнительный признак, который в нашем аэропорту отрицать не стали – это подорожание билетов Москва-Барнаул. Вот как это объяснили в компании. Журналист нашего холдинга, корреспондент «Комсомольской правды» Анна Перевозчикова продолжает пресс-тур по Донбассу. Накануне российские журналисты посетили значимые объекты Донецкой Республики. Что увидели и услышали, расскажем далее. Взрывы. Кажется, что на расстоянии вытянутой руки, но на самом деле на Донбассе. Это кадры из окна гостиницы в Ростове, где живет корреспондент нашего холдинга Анна Перевозчикова и еще 90 российских журналистов. Они приехали, чтобы рассказать, что происходит на Донбассе. Игрушки к мемориальному комплексу возлагает уполномоченная по правам ребенка в ДНР Элеонора Федоренко. В память о детях, погибших в ходе вооруженного конфликта. На нашей земле идет война, развязанная политиками Украины. Восемь лет гибнут наши дети. Более трехста детей получили ранения. Представьте, наши малыши, они различают калибр оружия, в которое стреляют. Они понимают, как далеко еще выстрелы и кричат «мама, мам, это еще далеко, я еще поиграю». Это все восемь лет, это ужасно. Ваша боль, то, что вы сейчас переживаете, в каждом доме Чеченской Республики, чеченского народа, сегодня отражается большой болью. Знаете, что мы просим у Всевышнего мира. Уполномоченная по правам человека ДНР затронула тему геноцида русскоговорящего народа на Донбассе. Семь лет участвуя в минских переговорах, мы пытались договориться, мы пытались выполнить, вернее, со своей стороны мы выполняли практически все. Но Украина категорически в 2014 году, она не была настроена на то, чтобы решить этот конфликт мирным путем. Журналист нашего холдинга сегодня и еще весь завтрашний день будет находиться на Донбассе. Все подробности рабочей поездки и впечатления в ближайших выпусках. В Алтайском крае не стали оставаться в стороне от гуманитарной катастрофы в Донбассе. В крае формируют специальные грузы с вещами и продуктами. В акции помощи участвуют общественные организации, предприятия, жители. Что уже собрали и чем еще можно помочь, расскажет Артем Гусельников. 13 тонн гуманитарной помощи готовят к отправке на Донбасс. Большая часть алтайского груза – продукты. Гречка, горох, тушенка, растительное масло. Это народная дипломатия. Это вот там есть государственная политика, а это народная дипломатия. И без нее проблемы не решить никогда. Только настоящая связь государства и людей, которые живут в этом государстве, позволят нам как-то сгладить те проблемы, которые сегодня есть на Украине. Это не первый гуманитарный груз из региона. 23 марта из Олейска для российских военнослужащих отправили более 400 коробок с товарами первой необходимости, средствами личной гигиены, сладостями и консервами. Виктором Петровичем Томенко поставлены задачи нашим территориям. Но причем эти задачи не в плане указания, а в плане уже реакции на обращения, которые мы сегодня имеем из других территорий. Помочь жителям Донбасса могут все желающие. Но прежде чем приносить товары, организаторы советуют убедиться в их необходимости. У нас территориально, на всех территориях есть управление социальной защитой. Необходимо обращаться и туда. Также можно обращаться в Центр управления кризисных ситуаций, Главное управление МЧС России по Алтайскому краю. У нас там дежурят рабочая группа, офицеры дежурят, которые занимаются конкретной гуманитарной помощью, которые могут дать информацию, необходима гуманитарная помощь, которую собрали, или она не нужна. А еще узнать информацию можно по телефону, который вы видите на экране. Кроме МЧС, продукты и вещи принимают в Краевом отделении Союза женщин России. А помощь для переселенцев из Донбасса можно оказать через отделение Российского детского фонда. Артем Гусельников, День с толком. Регионам предоставили право снижать налоговую ставку для предпринимателей, работающих по упрощенке. Это одна из мер поддержки бизнеса в рамках антикризисных мер, которые недавно обновил Владимир Путин. А предприятиям должно стать проще получать кредиты. Для них ставку снизили до 15-16%. По мнению председателя Алтайского союза предпринимателей Юрия Фрица, это все равно много. Но есть и те, чью позицию не учли совсем. И сейчас предприниматели опасаются брать кредиты, так как общая экономическая ситуация слишком непонятна. Для IT-компаний на ближайшие два года установили нулевую ставку налога на прибыль организаций. Также в новом пакете продлили полномочия регионов устанавливать налоговые каникулы с нулевой ставкой для физлиц, которые впервые зарегистрировались как ИП. Кстати, Юрий Фриц уверен, что это будет не последний пакет акций. Все будет зависеть от развития ситуации. Но эксперт уже уверен, что не хватает финансовой поддержки бизнеса и производственного сектора. В Павловском районе в этом году должен появиться новый инфекционный корпус. Каркас здания уже готов. Начались внутренние работы. Все шло по плану до последних событий. Сейчас заказчик волнуется, что сроки сдвинутся. Дмитрий Дроздов продолжит тему. Каркас уже готов. Рабочие монтируют кровлю, заводят тепло и электричество. Будущий инфекционный корпус Павловской ЦРБ. Всего 12 мест. Почти так же, как было в старом здании. Но разница ощутима уже на этапе планировки. Также в каждой палате будет подведен кислород. Полное необходимое количество оборудования. Также еще в нашем инфекционном корпусе имеется пристройка, где будут находиться кабинеты для приема птизиатрических больных, больных туберкулезом. Отдельно кабинет для приема, процедурные кабинеты для забора мокроты. Прежний инфекционный корпус стоял здесь же, но за 50 лет здание стало настолько ветким, что ремонту не подлежало. Строят корпус стоимостью 160 миллионов рублей в рамках краевой адресной инвест-программы. Планы сдать объект должны в сентябре, но сдадут ли? Из-за внешних событий теперь проблемно доставлять в край стройматериалы. То, что касается отделочных материалов, на сегодняшний день пока еще ситуация непонятная, потому что те производители и поставщики лакокрасочных изделий, отделочных материалов, плитка, линолеум и прочее, не могут определиться с стоимостью материалов. На сегодня у рабочих есть все, чтобы стройка не встала. Бюджет пока не пересматривают. Но если это случится, то стоимость работ вырастет почти на 24 миллиона рублей. В целом же в крае в этом году строят три объекта в рамках КАИП. Туберкулезную больницу в Новоалтайске, пристройку в ЦРБ «Родина» и больничный комплекс Алтайской ЦРБ. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Весна – время, когда просыпается не только природа, но и хронические заболевания, в том числе психические. Наиболее острый этот период для людей с шизофренией, биполярным, эффективным и рекуррентно-депрессивным расстройствами. Кто подвержен таким заболеваниям в большей степени и как справляться с обострением, смотрите в сюжете Софии Яценко. Этот парень встречает весну с опаской. Всему виной заболевания, с которым живет уже пять лет. Первый звоночек услышал в университете. На одной из парк. Услышал голоса, которые призывали меня просто встать, закричать. Навязчивая такая идея. Потом уже родные, мама, папа начали замечать, что со мной что-то происходит не то. Мы обратились к психиатру. Обследование, несколько ложных диагнозов. В итоге вердикт – шизофрения. Лечение стабилизировало состояние парня, но весной риск рецидива велик. Несмотря даже на то, что я в ремиссии с помощью медикаментозного лечения, но все равно начинаются проблемы со сном. Все равно страдаю. Человек не может долго заснуть. Или наоборот, человек засыпает, но просыпается очень рано и потом дальше не может заснуть. Или человек засыпается, но просыпается в течение ночи несколько раз. Или наоборот, человек начинает спать очень-очень много. То есть там не хватает 8-9 часов средних, да, статистического, которые мы спим в норме. А начинает спать 12-14 часов и при этом чувство отдыха не появляется. Вслед за нарушением сна, говорят специалисты, появляются и другие признаки, которые не стоит игнорировать, особенно весной. Если у человека начали меняться эмоции, скажем, снизилось настроение, или он начинает наоборот очень много хохотать, веселиться без повода, или начинает раздражаться, или наоборот вообще исчезли все эмоции, когда у человека возникает апатия, то, конечно, тоже это стоит обсудить со своим близким. Следующий герой обнаружил у себя проблемы как раз весной, ударился в религию. У него появилась навязчивая мысль, что нужно уйти в монастырь. Позже психиатр поставил диагноз биполярное эффективное расстройство. На пике у пациентов прилив сил, они перестают спать и есть, их посещают, как им кажется, гениальные идеи. А вот вторая фаза может привести даже к суициду. Это депрессивная фаза, когда абсолютно теряешь какое-то стремление, цель в жизни. То есть апатия наступает такой силы, что невозможно вообще встать с дивана, пойти почистить зубы – это уже колоссальный труд. Ты лежишь просто, занимаешься самобичеванием, каким-то состраданием к самому себе. По словам врачей, душевные хронические заболевания заметно молодеют, в связи с чем возникают сложности. Даже то, чтобы понять, какие у меня эмоции, то молодому человеку это сделать труднее, чем когда уже у человека есть какой-то опыт за спиной, который может понять, какую эмоцию он испытывает и что с этим сделать. Еще одно сезонное заболевание – рекуррентно-депрессивное расстройство. Им страдает гораздо больше людей, чем биполярным эффективным или шизофренией. И если первые два диагноза проявляются в молодом возрасте, последний может появиться даже после 45 лет. Человек перестает проявлять какие-либо интересы, утрачиваются интересы и желания того, что было ранее. Больше занят таким самокопанием, причем с оценкой себе такой минус выставляет. Сложности в мышлении начинаются. У человека появляется ощущение, что я поглупел, я все забыл, у меня что-то с памятью. Проявлению расстройства способствуют стрессы, поэтому таким пациентам врачи рекомендуют отказаться от весенних переездов, путешествий и ремонта и подготовить себя к демисезонному периоду. В феврале и в августе проходить профилактическое лечение. София Цынк, Алексей Фризин, День с толком. Вместе с психическими заболеваниями просыпаются и клещи. Год назад, в первые дни апреля, они уже кусали людей и заражали энцефалитом. Как не стать их жертвой, расскажет Анара Шагирова. Конец марта, клещи просыпаются. И хотя снег еще лежит, на себе уже можно найти кровососущего, особенно жителям степей Придгорье. Год назад первого клеща снимали с человека 5 апреля. А за сезон таких случаев было около 10 тысяч. Из заболевших из этих 9 814 было 26 человек. И что характерно, в нынешнем году тяжелых форм было очень много. 58% из заболевших, из этих 26, оказалось, 58% перенесли заболевания в достаточно тяжелой форме. Прогноз на этот год хуже. Клещей будет много, большинство с вирусами боррелиоза сибирского тифа энцефалита. Последний поражает нервную систему и не проходит бесследно. Остаются риски отложенных проблем со стороны здоровья. Потому что влекается нервная ткань, которая достаточно долго восстанавливается. И эта болезнь с большой вероятностью может отложить отпечаток на качество жизни, продолжительность жизни в перспективу. Обезопасить себя можно с помощью прививки. Край закупил 105 тысяч доз вакцины и 7 тысяч миллилитров иммуноглобулина. Сегодня правильно прививать действительно осень, весна и следующего года весна. Ситуации бывают всякие. И бывает так, что в некоторых обстоятельствах мы прививаемся по ускоренной схеме. Есть какие-то сроки введения вакцины. Есть предлагаемые сроки. Пока еще наши клещи спят, правильнее прививаться. Роспотребнадзор тем временем выдает предписание по корицидной обработке городских скверов, аллей, парков и детских лагерей. Но уже сейчас, выезжая на природу, предупреждает лучше носить плотно прилегающую одежду. Анна Рашигирова, Александр Андропов, День с толком. Как выглядят шестилетние сотрудники ГИБДД, маленькие официанты и строители? В Барнауле проходит чемпионат BabySkills среди воспитанников детских садов. Соревнования проводят по стандартам WorldSkills Russia. Наша съемочная группа сегодня тоже приехала на BabySkills, чтобы понять, зачем дошкольники, которые еще сто раз передумают, примеряют профессии? Как официант должен выглядеть и как он должен себя вести, чтобы гость обязательно вернулся в заведение? Не все взрослые официанты правильно ответят на эти вопросы. Перед вами участники чемпионата BabySkills. Соревнования проводят по всей стране среди дошкольников по стандартам WorldSkills Russia. Дети до 7,5 лет пробуют себя в разных профессиях, отвечают на вопросы жюри. Все эти соревнования проводятся в виде игры. Ребятам очень интересно. Они играют, они погружаются в роль вот того специалиста, по какой компетенции готовятся. Узнают очень много про эту профессию, про историю этой профессии. Ну и вообще детям очень интересно играть, и они получают не только удовольствие, но и очень много полезных знаний. Официанты уважно понимают в гости. Например, встать семья с ребенком, нужно приложить детское меню. Ане 6 лет. В прошлом она хотела стать барменом, сейчас официанткой. Ей это очень нравится, в основном сервировка стола. У нас старший брат, поэтому с ним они очень играют. Он участвует, она приглашает его в гости, для него стол сервируют, заказы от него принимают. Когда я выросла, я хочу открыть свойства вместе с моим братом. Обязательно пригласим вас в гости, я закончила. Брат будет руководителем, а ты будешь официантом. Да. Это же не честно. Честно. У официанта очень важна, и от него зависит настроение клиента. Всего в чемпионате BabySkills принимает участие 29 детей из 6 городов и 5 районов края. Сегодня перед жюри выступили не только будущие официанты и рестораторы, но и маленькие воспитатели. Надо же познакомиться со всеми профессиями. Я, например, тоже когда маленькая была, я очень хотела стать воспитателем, и мне это нравилось. Я любила играть с детьми, и она тоже. Ну, я готовила на самом деле свою дочь, это моя дочь с участием. И она также любит играть с детьми, и возможно, может быть, она и пойдет по этим стопам. Это же такая трудная работа. Ну, да. Мама приходит иногда с работы уставшая. Я выбрала такую профессию, быть воспитателем. А завтра, во второй день чемпионата, малыши будут соревноваться уже в других профессиях. Инспектор ГИБДД, инженер-строитель и преподаватель физической культуры. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Минувшее воскресенье в Титов-арене вновь был аншлаг. Под впечатлением от феноменальной игры недели ранее болельщики шли за шоу и победы. И это, напомню, пятая игра за Кубок Федерации. Все ли получилось, знает Дмитрий Дроздов. Место встречи изменить нельзя или добро пожаловать на Титов-арену. Пятый матч серии. Борьба за Кубок Федерации продолжается. Динамо Алтай и красноярские рыси вернулись на Алтай, чтобы продолжить выяснение отношений, кто из них достойно отправится в финал. Напомню, что счет серии 2-2. До этого наши выиграли две игры у себя на льду. Потом отправились в Красноярск, где, к сожалению, два раза проиграли. За час до начала игры на трибунах уже аншлаг. Почти 5 тысяч болельщиков готовы на все ради спортсменов. Поддержка пригодилась сразу. Восьмая минута и наши открывают счет. Первый период тяжелый для нас был. Во втором периоде прибавили темп. Много играли в чужой зоне и забили хорошие голы. Голы рыси забили. Правда, один из них вычли. Бросок с острого угла поразил ворота динамовцев. Но камеры зафиксировали. Шайба зашла в ворота с внешней стороны. И гол отменили. 1-1 и команды отправились на второй период, где рыси полностью переиграли в Барнаульцев, забросив две шайбы и сделав счет 1-3. Мы на тренировках отрабатываем вторые периоды. Поэтому мы стараемся инициативу прибрать во вторых периодах. Мы за счет частых смен где-то нагрузить соперника, не дать ему головы поднять, потому что мы активно играем. Поднять голову и показать свой хоккей у Динамо не получилось и в третьем периоде. Наши создавали лишь полумоменты. Частые ошибки, потеря шайбы и провалы в обороне. Отставили счет на табло 1-3. Такая невыразительная игра получилась с нашей стороны. При полном стадионе, конечно, не имели права так играть, конечно. Но, тем не менее, игра проиграна, но серия не проиграна. Сейчас едем в Красноярск, там у нас, так скажем, есть шанс вернуть серию сюда, в Барнаул. На этот раз болельщики чуда не увидели. Наши, к сожалению, пятую игру серии проигрывают со счетом 1-3. И счет в серии становится 3-2 в пользу красноярской крыси. Теперь команда отправляется в Красноярск, где будет сыгран шестой матч. Возможно, там все и решится. Дмитрий Гроздов, Алексей Фризин. День с толком. На этом у меня все новости. Вы можете смотреть наши выпуски на 23 кнопки и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова